Привет всем любителям пошаговых стратегий, а также заслуженным и народным жеужикам своей страны. Вы слышите Алексея Халецкого, значит что вы на канале Лёша Играет. И я пытаюсь сделать Польшу религиозной снова. Если вы не увидели первую серию, случайно вот на эту наткнулись, то переходите к первой серии, ссылка есть в описании к этому видео. Ну а спонсоры канала всей серии видят сразу во вкладке сообщества. Спасибо большое им за поддержку. Итак, вообще Изи вышли в золотой век, несмотря даже на отсутствие варваров. И естественно тут мы берем, хотел сказать исход евангелистов, конечно же монументальность. Исход евангелистов нам надо будет брать тогда, когда мы уже начнем всех обращать. Монументальность. Покупаем гражданские юниты за очки веры, и тем более еще и поселенцы со строителями дешевле стоят. Это к чему мы стремились. Давайте глянем, сколько стоит поселенец. 95. О, отлично. Так я сразу двух могу. Наверное в Кракове и Быдгоще. Ну тут должна быть история о том, как я ездил в Быдгоще на шахматный турнир. Это я в течение всех своих игр рассказываю всегда. Я просто думал, может во Вроцлаве? Ну блин, тут тяжело это будет ставить город сюда. Вот тут бы еще хотел. Дайте еще глянем, как у нас тут с лояльностью. Да, минус 5. Ну сначала, наверное, сюда все-таки. Потом этот город будет влиять, и тут можно будет поставить. Конечно, до этого китаец не приведет. Здесь, кстати, тоже минус 1 вполне можно попытаться... Блин, слушай, а может лучше сюда, где минус 1 вщемить? Он получше будет... Ну, в смысле... Побольше будет влиять сюда. То есть можно и сюда, и сюда поставить. И тогда, мне кажется, и здесь лояльности хватит. Тут просто проблема, что... Вот видите, столица китайская. Она тоже будет нормальная. Она может не выделываться, как бы тут... Нет, тут не так много места. Не так много. Хотелось бы сюда вместить. Так, а когда у нас там... Какой-нибудь вообще губернатор? Вот, в ранней империи. Ладно. В общем, в любом случае... Здесь поселенец, и здесь поселенец. Так, следующий 140. Нормально, накопим. Светилище. Все верно. Краков на рост максимум. Не, все-таки... Не так больше. Тут 0, это ошибка. Минус 2 тоже ошибка. Это все у них. Тут все никак не могут они сделать нормально, чтобы считалось. Не, нормально. 22 веры. Хороший пантеон я взял. Это я очень хороший пантеончик. Отжал. Еще тут двое кто-то должен быть на моем континенте. По-моему. О, не, подождите. Вот меня, на самом деле, Китай больше всего беспокоит. По-то, по-моему, ощущение, что я получаю его... Не, он вроде один, значит, еще кто-то будет. Потому что я получаю его один... А нет, двое. Вон, видите, Инг встретил двоих. Я его один сосед по-хорошему. Я еще и другой религией буду. И он явно ко мне неровно дышать будет. Давайте, наверное, найти этот скот, обработаем. Вообще, волнует меня вот эта армия. Конголесская. Вот уже две коляски уже вполне могут быткость захватить. Ну, я стены открыл, да? А, и тем более, если я поведу сюда поселенца, то как же я его доведу здесь? Да, тут у нас имеются проблемки некоторые. Рыбу обрабатываем. Тут мы лошадей обрабатываем. Мне бы, на самом деле, карточку поставить и юнитов каких поднастроить. Тут я иду в деньги, да? Но мне кажется, мне стоит обработку бронзы сначала открыть. Мне бы хотя бы трех пращников. Так, я открою военные традиции и поставлю карточку на... Так, а как тут у нас со священным местом, кстати? Плюс один... Вот тут плюс два можно, да? Бахнуть. Ну, десять ходов. Прочник четыре хода. Ну, в любом случае, священные места нужны везде. Давайте я его начну один ход строить. Я следующим ходом карточку поставлю. Я тут переключусь на... На пращников. Так, тут надо священное место сначала достроить, чтобы покупать миссионеров. И распространять недостаточно жилья. Может, чисто на производство переключить? Нет. Нет. Там четыре хода нормально это достроится. Во Вроцлаве. Слушай, так, на самом деле, очень быстро города растут, по-хорошему. Очень даже неплохо. Ну, в Быдгоще уже достаточно жилья, потому что... Я тут поселенца купил. Это минус один к... От довольства мне не очень нравится. И как бы тут даже и не улучшить пока. Ну, короче, я еще поселенца во Вроцлаве покупать. Блин. Ну, вот это... Так я и думал. Так, значит, что мы ставим к созданию юнитов? Ну, кавалерия... Кавалерия имеет смысл на всадников, а не на коляске. Хотя... Ждите. Что я вообще могу устроить? Ну, тяжелая колесница 28. Собственно, воин 20. Прачники 15. Блин, может, все-таки на коляске лучше? Давайте, наверное, все-таки на коляске поставлю. Тут такая еще территория. Так, значит, здесь... Тяжелые колесницы. Здесь... Тяжелые колесницы. Да, ну и что мне тут делать? Ммм... 12... Слушайте, 10. Очень мало... Так, этого не проатакуют. Ну, тут через речку. Блин, мне надо какой-то юнит даже купить, я думаю. Я бы, наверное, даже тяжелую колесницу просто купил в бытгоще. Потому что... Ну, 12 силы это... Даже воин... Я покупаю, да, и остается 30 сил. Вот это уже тяжеловато, да, двумя юнитами. Он еще разделил так. Так, дальше в Кракове надо будет тяжелые колесницы тоже. Вот я теперь за в рот службе спокоюсь, несомненно. Так. Ну, очевидно, что с этим городом мы сейчас пока откладываем. Просто потому что я туда хрен знает, когда приведу. Поэтому этого поселенца ведем сюда. Этого поселенца ведем сюда. Тут пока отложим эту... Обработку скота над следующим ходом. Да. Ну. Не то чтобы это, знаете, неожиданно. И слава богу, Конга не настолько... Из всех, кого я встретил, у него меньше всего армии. Это, конечно, радует. О, у меня еще и дружба с Китаем. Отлично. Отлично. Минус один проблемный сосед, слава богу. Ну, он потом... Мне кажется, он потом у нас испортится отношение с Китаем, когда я буду его обращать. Так. Этого рабочего сюда поведем. Надо будет пряности как-нибудь. Ну, не получится, правда, сразу их выкупить и обрабатывать. Да, тут мы пропустим ход. Тут продолжаем искать еще двоих. Так, идем в трудовую повинность. Имеет ли мне смысл раннюю империю открыть? Пожалуй... Пожалуй, пока нет. Тем более, что и губернаторы, ведь мне нету смысла спешить. Ну, конечно, есть смысл спешить с Пингалой, как бы, чтобы наука там была. Вот это вот все. Так, а что так мало... Что так город медленно растет? Нет, 4 хода, 17. Нет, давайте так, 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 9. Ну ладно, я обработаю в следующем ходу, я сюда переключу вот эту клетку, пока пускай так будет. Так, ну, следим за Вроцлавом. Да? Блин, вот же этого мне жалко. Дуболома. А, ну да, ведь коляски бегают дальше, если они начинают... Плюс одно дополнительный ход, если начинают на равнине, да. Вот это... Об этом я забыл. Так, ну, давайте, наверное, потихоньку долбить их. Чего стоять просто. Я бы тут даже, наверное... Все-таки... Ну, блин, без карточки, с другой стороны. Празчиков бы тоже надо поставить. Ну, пока карточка на это стоит. На... Кавалерию... Древнего мира и античности. Пока делаем так. Что-то у меня рабочих дофига. На, нас спрячем в города. Тут явно это сейчас будет грабить нам. Этого в город. Этого... Просто, чтобы они не мешались... Поселенцам. Так, и теперь покупаем миссионера. Я хочу уже... Быдгощ и Вроцлав обратить. Видите, он тут с одним городом уже, блин, Мбумби обратил. Я про Китай имею ввиду. И у Вроцлава, кстати, повысилась сила, опять же, за счет... Покупки кавалерии. Покупки колясочки. Так, подождем. Да, ну и где тут, может быть... Другие цивилизации. Вот это мне не очень нравится, что он тут так вроц... Ну, мне кажется, двумя юнитами все-таки не должен взять. Тем более у меня сейчас тут коляска подъедет еще. Постоим. Полечимся. Сюда подъедет. Явно он сейчас будет грабить здесь эти места. А вот и Наска. Вот это город, куда мы начнем отправлять послов. Хотя... Опять же... Пустыни у нас нет. И три посла, видите, для храмов. То есть, там, собственно, один посол только в Наску нужен. На данном этапе. Об задании обратить в Веру. Но это ты далековато. Это ты далековато. Блин, у меня караван разграбил. А я Китаю отправил. Вот почему не надо в начале игры далеко отправиться. Лучше внутренние караваны делать. Так, Гранаду встретил. Политическую философию ускорил. А где она? Хренаси. Это далеко. Кстати, храм Махабодхи я бы тоже построил. Причем, так как я все священные места рядом с лесом ставлю, то, собственно, дофига мест, где его можно построить. Вообще, кстати, было бы... Нет, не было бы. Тут надо вырубать. Около горы Килиманджаро лучше оставлять места. Вот тут, наверное, его надо будет построить. Так, предварительно. Давайте. Компьютер, кстати, по счету, не особо любит храм Махабодхи строить по какой-то причине. А он крутой, потому что это два послата. Соответственно, вы сразу можете религию укрепить по максимуму. Давайте, наверное, тут спрячу. Ну, меня волнует уродслав, конечно. Не, на бытгоч пошел. Ничего себе. Так, но это даже к лучшему. На самом деле. Это даже к лучшему. Так. Так. Давайте города сначала поставим. Варшава. Узнаю Варшаву. Ну, что мне начать в Варшаве делать сначала? Ну, у меня уже карточка не стоит на рабочих, да? И вообще, в принципе, у меня сейчас рабочих нормально. Ну, колесица как-то долговато. Прачников я не хочу. Давайте, наверное, монумент, как ни странно. То есть, мне культура точно нужна будет здесь. И в больших количествах. Дальше. Так, тут нам ничего так и не разграбили. В принципе, тут вот одну тяжелую колесницу можно отменить. Переходы. Так. В осаде. Ну, это коляска умрет, и осада снимется. Отлично. То есть, осада означает, что не восстанавливаются хитпоинты города. Так они будут восстанавливаться. Ну, не знаю. Вот сейчас это уже не берется. Я думаю, что скоро... Ну, как скоро? 10 ходов война может. Или там через 8 ходов только можно мир заключать. Я думаю, Конго скоро мира запросит. Это Бавилон здесь бегает. Ну, Полиция, тут уже обратилась? Да, тут уже обратилась. В Варшаву, наверное, во Вроцлав надо миссионера отправить. Все, мне больше миссионера не понадобится. У меня остальные города будут сами обращаться. Потому что они, как бы, очень близко находятся. Там всего лишь один житель. Я думаю, норм. Так, строители сюда спрячу. Надо будет как-то эту клетку выкупить. То есть, в этом городе вот тут мы будем священное место ставить. А в Варшаве как? Тут, конечно, бы... Ромашку. Давайте по поводу ромашки подумаем. Блин, может, вот сюда все-таки правительственную площадь, а храм Махабодхи, предположим, сюда. Вот тут, как бы, ромашка вокруг, мне кажется, нормальная получится. Да. Похоже, сюда правительственную. А храм Махабодхи вот здесь сделаем. Ну, блин, да, будет минус... Минус квере, с одной стороны. Потому что я уберу два леса. А с другой стороны, плюс один от правительственной площади. Так что никуда ничего не девается. Пока так. А нет, еще тут я лес, видите, уберу. Ну, тут будет соседство от районов. Нормально. Думаю, будет вера. Так, пока стоим. Ну, Гонконг. Хорошо, а где другие цивилизации? Меня больше интересует, чем города-государства, буду честен. Где другие цивилизации? Не, ну, это... Это... Грустненько. Не берется. Тут сейчас... Так, строительство чудес, содержание юнитов, правительственная площадь. Ну, давайте я, наверное, поставлю уже на... Тут, конечно, один ход остался. Не, давайте пока оставим... Знаете что, давайте я открою раннюю империю, как раз один ход. Один ход я все-таки... Это надо достроить. Так, тут миссионерам надо аккуратненько, чтобы его... Не приговорили к повешению. Так, ну, бытгач мы точно отбили. Тут так подойдем. Чтоб еретика не сожгли. Так, тут, походу, конец континента, да. Я думаю, где-то внизу. Блин, или все-таки там. Как далеко у меня скауты. Нет, давайте сюда все-таки пойдем. Все-таки ничего не разграбили пока тут мне, да? Удивительно. Что у нас с железом, между прочим? А, нафиг. Нафиг нам. Вот железо. Вот железо. Вот, конечно, тут бы хороший город вот тут где-то встал, да? Но не могу. Хотя, сейчас отобьем, сколько там? 190? 140? Слушайте, ну, я в следующем ходу, наверное, в бытгачи купил и попробовал свой город поставить. Соответственно, у меня губернатор появится. Ну, потому что... Ну, тут хорошее место. Куда я тут могу? Вот сюда. А может, может, сказать, и на пряности? Как бы влияние меньше. Тут минус 4, это из-за того, что столица китайская близко. А конголесская не так влияет. У всех тоже золотой век. Ну, этот город надо будет в срочном порядке отъедать. Ну, он, кстати, нормально будет расти. Вот эта еда. Тут опять спрашивают меня в комментариях, разве не исчезают ресурсы, когда на них город ставишь? Когда ставите на ресурс роскоши или стратегический ресурс, они не исчезают. Исчезают бонусные. Типа вот скот, рис, пшеница. То есть вот сейчас будет, например, я поставлю. И тут пшеница уйдет. Но мне надо сюда ставить, потому что это, во-первых, дает пресную воду озера. То есть будет 5 жилья, а не 3 себе поставил в море. Во-вторых, выплыв в океан есть. Я, например, где-нибудь тут у меня город будет стоять. Я могу какую-нибудь... Не дамбу, как она называется-то. Шлюз построить и тоже корабли выводить. Ну вот, город поставлен. Ну, кстати, пшеница все еще осталась. Кстати, пишется. Но, как бы, ресурс по-хорошему он не дает. Потому что, например, видите, Варшава... Что тут было 2... Что поставил Варшаву на пустой клетке 2-2-1. Что тут поставил на пшеницу 2-2-1. То есть, типа, пшеница есть, но она все равно нифига не дает. Так, и тут, наверное, тоже монумент. Как ни странно. Культура. Я даже думаю, что мне забить на кампуса и больше в театральные. Идти. Так, я сейчас возьму Виктора. Пока его назначу во Вроцлав. Но потом, когда я город поставлю, я его сюда переброшу. Так, тут стоим. 140 веры мне понадобится купить. Тяжелая колесница готова. Ничего себе, я пирамиду где-то могу. А, это нет подходящего. Думал, вдруг где-то пустынька есть. Ну, вот, кстати, тут я могу пирамидами, кажется. Это все-таки надо для священного места оставить. Так, ну давайте... Давайте начнем прачников. Собственно, тут тоже я следующим ходом переключу. Так, сделаю. И письменность. А, так я уже сменяю, да. Тогда, 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 тогда вот так. Один ход, отлично. Так и остался один ход. А тут увеличилось, было два, стало три. Ну, надо уже достроить там. Надо уже достроить. Так. Нет, все равно затупил. Ну, ладно, тогда мы раннюю империю не... Подождите, я что-то не понял. А за что мне тогда Виктора дали? За трудовую повинность, ясно. Ясно, понятно. Слушайте, так может пока тогда раннюю империю не открывать? Давайте в политическую философию. Или в теологию вообще. Бонус соседства от священного места плюс соточка. Да, в теологию поехали. Ну чё, это нам точно больше надо. Ну давай, как поврот, слову, лупанёшь. А ты отошёл. Ну, короче. Ну, я понимаю, что тут у него лучники, но это уже... Это уже всё не страшно. 221 сила против 106. Мне бы тут стены, на самом деле. Вот бы мне такие стены. Стены, как у великана. Так, ещё одну надо. Ещё одного прачника. Здесь у нас тоже уже всё. Зашибись. Кому-то мы уже наваливаем в панамку. Его конголезскую. Пришёл, понимаешь. Ну вот серьёзно, зачем? Вот как будет, что у компьютера... Что у него там такое в голове посчитано? Что он такой... Надо туда идти. То есть единственное... Я единственное могу сказать, это... Очевидно, сила армии, но... Знаете, вот когда... Там мы на 20 играем, там всё-таки все соседи, все рядом. Но это же перец, ссори, сколько надо. При том, что он, например, захвачит бытгощ, и он отвалится в пользу Китая. Просто так. Как бы ты даже не для себя захватываешь. То есть у компьютера реально вот всяких этих просчётов нифига в голове нету. Так, а что мне... Почему я сюда... А... Да, вот что-то мне с удовольствием надо делать. К сожалению, у меня даже нечего обработать по-хорошему. Ладно, покупаем поселы здесь. Сейчас в минус, кстати, содержание пойдёт. А далеко у нас лесопилки. Их даже не видно. Их даже не видно. Я не хочу... Слушайте, или может стрельбу из лука немного... Нафига мне писали? Давайте стрельбу из лука два хода пооткрываю. Я буду надеяться, что я её ускорю, убив прачниками. Мне, конечно, лесопилки бы очень помогли. Ну, пошли вот тут пообрабатываем. В Варшаве. Всякое. Купаем поселенца. Бля, себе врослув пятёрочка уже. И минус два, это у нас идёт уже минус десять... Минус пят... Нет, блин, минус десять должны. Да, минус десять процентов ко всем вот этим... Ресурсом. Из-за недовольства. А недовольство у нас... Нет, из-за войны ничего нету. Странно, он этим просто постоял на месте. Блин, а чё... Куда религия ушла из бытгоща? Да ё-моё. Так. Наверное, не буду близко подходить. А вот тут я боюсь, что может лучник убить. Я вот так сделаю. А у нас какие-нибудь улучшения вообще юнитов будут? Когда-нибудь. О, наконец-то. Так, я боюсь его убивать, потому что лучник опять же убьёт его. Давайте постоим. Он мне тут не мешается. В отличие от пятой цивы, юниты, стоящие на клетке, позволяют её обрабатывать. Хотя вот это немножко странное, действительно. В пятой вот это покруче. То есть, вражеский юнит стоит на клетке города, и город всё равно продолжает её обрабатывать. Типа, ну, подумаешь, какие-то там левые люди. Так, тут стоим. Ну что, пойдём потихоньку, наверное. Хотя мне бы сюда надо было идти. Ладно, подождём. Сколько ты ещё со мной воевать хочешь? Так, следующим ходом можно уже будет его теребонькать в плане мира. Ну, армии, я думаю, достаточно. Тем более, у меня плюс 0.8 идёт. Торговца. Наверное, стоит построить торговца. И внутри городов уже пускать. Могут убить. Блин, он там ещё своим конём прибежал. Ну, тварина конская. Конина. Я бы даже сказал. Так. Что с миром? О, он готов. Так. Сейчас мы ему что-нибудь тут попробуем убить. Хотя, походу, ничего. Ну, мне бы... Давайте против дальнобойных атак. Мне бы... Прачником... Но мне кажется, не хватит силы. А вот так... О, получится, кажется. Так. Отходим. Еее. Так, ну тут надо отложить стрельбу из лука. Мне надо ещё одного прачника построить. К сожалению. Убили. Демоны. Конголесские. Так. Ну и, походу, мы тут всеми походили, да? Ну, тут ничего не могу. Тут ничего не могу. Ладно, давай, мир. Кстати, две соли. Никто там ещё торговать ничем не может. Та вы охренели. Всё. Этот тоже успокоился, слава богу. Давайте прачника. Два хода здесь. Ну, там надо торговца всё-таки построить. Там священное место продолжим. Тут святилище строится. Да, я торможу из-за отсутствия довольства, на самом деле. Где мне тут... Ну, мне вот тут надо город ставить. Тут два ресурса роскоши. Так, сколько будет следующий посел? Ну, блин, мне в Кракове его надо купить. Следующий посел 160. Да, ну, тут, собственно, даже нечего думать, где его ставить. Это понятно тут. Хотя широковато, да? Раз, два, три. Нет, четыре клетки. Нормально. Ну, и тут ещё на два города, да, место остаётся. Угу. Блин. А вот это... А, и он Кеншасу поставил. Ну, всё. Как бы... Тут я уже никуда не влезу, походу. Да. Просто. Ну, сюда могу. И, наверное, даже стоит сюда. Смотрите. Три овцы. Два. Только не сюда, а вот сюда. Хоть немножко в сторону его. Ну, в принципе, нормально. Это всё равно не так плохо, как... Тут, конечно, крутые места. И тут... Вот это мне особенно... Вот тут я хотел поставить. Тут, конечно, зашибись. Ну, что поделать. Ладно. Повели туда. Или набрабатывайте мне тут пшеницу. Ну... Да, обрабатывать, конечно. Неплохо. И... Веры даёт. И вообще... Че. Вот. Тут у него уже... Великие учёные бегают. Нормально, да? У него великие учёные двух... Это какой ход был? Вообще, десятый, что ли? Блин, Конга двух великих учёных получила. Подождите. Это великие учёные? Это великие учёные. Это Вавилон, да? Да. Вы видите, где Вавилон взял великого учёного? А, вот он. Тьфу ты. Просто я увидел вот эту иконку и решил, что это военный почему-то. Четырёх... Пять великих учёных уже забрали. Как это вообще? Раз, два... Три, четыре... А, шесть. Шесть. Охренеть. Играй с компьютером на божестве. Читер. Читер. Так, миссионеры мне пока не нужны. Надо быдго ещё обратить, конечно. Тогда Чинша будет сама. И Киншаса, по идее. На этих должно больше влиять именно на мои религии. Да, видите, через шесть ходов. Если я быдго ещё обращу, то вообще будет тут... Зашибись. Стрельбу из лука ускорили. Я мир с этим парнем заключил. Может, он с Китаем пойдёт повоюет? Было бы здорово. Храм Артемиды. Ну, а мы в храм Махабодхи. Валим. Блин, пройти не дают. Лечимся. Обращаем. Ну, без варваров, я думаю, нету смысла идти. Что-то защищать поселы я там поставлю и всё. В общем, тут мы разграничили. И мне нравится, что я от столицы смог... Даже три города, считайте, в их сторону поставить. И тут у меня... Ещё территория имеется. Так, лечимся, лечимся. Рабочие деньги в минус идут. Ну, скот обработаем. Я не думаю, что мне не имеет смысл... Рабочих как-то экономить, потому что я за веру их... Могу спокойно покупать. Постоим. Тут, наверное, стоит сюда куда-нибудь поставить кавалерию. Следить за этим наркоманом. Блин, как бы мне этот храм Махабодхи побыстрее начать строить. Клетку я точно не выкуплю пока. Я бы в Кракове вот реально через два хода просто начал бы... А там, кстати, храм не нужен для него. А, храм, мне надо будет сначала храм в Кракове. Ну, тогда, значит, подождём. Тогда ладно. Так, два заряда. Ещё два чувака где-то на континенте. Китай, кстати... Буду бы Китай с Конго повоевал. Ну, знаете, они соседи. Всё-таки зря говорил, что я единственный сосед Китая. Проход, правда, у них так себе. Но, в принципе, все шансы есть на то, что они захотят воевать. Ну, чувак, чё тут стышь своими юнитами? Уходи. Me don't like it. Не, это чё-то я не по-польски как-то. Давайте, наверное, из Познани отправлю. Или, блин, нет. Всё-таки я тут в Кракове много важного строю. Давайте тогда в Быдгощ. Потому что еду дополнительно ещё будет давать. Давайте сюда поставлю прачника. Так, вот этот парень был из тех, что очень любит жизнь. Тут я отложу один ход, чтобы храм начать строить. Ну, видите, Чанша приняла. Я думаю, Киншаса уже очень скоро. Познань сама приняла. Ну, и, соответственно, Варшава скоро примет. Раз, два, три, четыре, пять. Это будет шесть, семь. Мне надо восемь городов, чтобы реформацию ускорить. Давайте на производство. Переключимся. Один ход вы можете поднакопить производство. Но только один ход. Дальше оно будет сгорать. Вышли в античность. Меняем на соседство священного места, естественно. Так, у нас 36 вход веры. Останет 41. Не так, но у нас всего два священных места пока. В общем-то, я больше веры именно от своего пантеона имею. Так, начинаем сразу храм строить. Три хода. И надо думать, как... Ну, вообще, да, 35 меньше, что хватит денег эту клетку выкупить. Хорошо. Ну, мне храм Махабодхи очень бы хотелось построить. Я прям очень хочу его построить. И для него надо будет, кстати... Есть у меня это на... Процент к строительству чудес. Да, древнего мира и античности. Это чудо античности? Да. Так, ну мне надо что-то за три хода открыть. Вот мистицизм два хода. Давайте тогда... Сейчас хочу посмотреть. Уменьшает стоимость покупки клеток на 20%. Да и губернатор... Так, надо все-таки Раннюю Империю открывать. Два хода что-то одно пооткрываем, а потом Раннюю Империю. Правил проходы и оборонительные союзы. В смысле, что за оборонительные союзы? Что-то я... Тут есть оборонительные союзы? Так, два хода военную подготовку пока открываем. Что-то я... Что за оборонительные союзы? Что-то я такого не помню. В этой игре реально. Или мне что-нибудь в сторону Китая оставить на всякий пожарный. Так, покупаем. Давайте все-таки уже не в Кракове, а в Ротславе. Да, будет дольше идти по селению, но мне в Кракове нужны жители, чтобы храм Махабодхи построить. Иначе у нас там производства не будет достаточно. О, появился... Ну, надо в Наску, даже без плюс двух послов. Просто надо. Блин, не посмотрел, сколько добавилось. По-моему, плюс два, потому что в столице плюс один, и от святилища одного плюс один. Сейчас еще одно святилище появится, еще будет. То есть, ну, вы понимаете, какая аккумуляция веры. Великая библиотека. Опять античность, только теперь через науку. Всадники открыл. Ну, на всякий случай, я понимаю, что надо было бы побыстрее в деньги, но, слушайте, на всякий случай... О, железный рудник, кстати. Пускай будут... Будет возможность апнуться во всадники всегда. Так, тут стоим. Стоим. Тыгдымкаем. Стоим. Ставим город. И сюда пересаживаем Виктора. Тут вообще строго обязательно монумент из-за лояльности. Сюда влюблен. Нарост. Обязательно, потому что это лучшая защита от лояльности. Чужой, это количество жителей в вашем городе. А также количество жителей в окружающих городах. Да, блин, где же там? Мне кажется, конец уже, да. Где-то тут получается. Ну да, похоже. Вот надо ли в быткоще храм? Интересный вопрос. Нет, по-хорошему, конечно, они везде нужны. Но. Но. А где вообще театралки? Вот здесь. Так, я тебе ускорю это, построив храм Махабаха. Ну, блин, мне кажется, я его построю. Потому что очень, очень редко компы его... Даже, даже, которые на религию завязаны. Кстати, а с религиями забрали все уже религии? Да. Так, а на моем... Давайте проверим, что на моем континенте только... Только... Хотя... Мы же не встретили еще двоих. Ну, из встреченных мной только Китай. Блин, даже не знаю. Правительственная площадь... Что-то мне хочется монумент тут тоже построить все равно. Давайте все-таки... Блин, тут и водяная мельница неплохо зайдет. Но монумент... Монумент важнее. Великая библиотека. Плюс один. О, ну тут я в темный век точно сваливаюсь. Поэтому мне и нужны... Монументы. Потому что... Жопа будет. Да, и ну мне бы желательно, конечно, остаток... Веры... Да, покупать поселенцев, чтобы вот это все заселить в оставшееся место. У меня такое ощущение, что до конца эпохи мне только на одного хватит. Мне так кажется... Красивый кампус у Вавилона. Так, значит, откладываем военную подготовку. Строим... Открываем раннюю империю. Потому что один ход до... Храма. А он же потом расстроится. Вот я буду мне ставить юниты. Типа, я сказал, что просто идут мимо. Он же... Как... Слушайте, а какая там... Ой... Сколько там надо от границ быть? Чтобы он не считал, что я, мол, тут его притесняю. Кстати, алюблен... Да, католицизм. Вот киншаса растет и не обратилась из-за того, что выросла быстро. Так, тут монумент есть. Священное место. Ну, тут священное место, очевидно, тут надо будет ставить. Потому что соседство с правительственной площадью. Но деньги на покупку клеток мы не тратим. Поэтому давайте строителей. Я даже веру не трачу на покупку строителей. Потому что они мне нужны... А нам не нужна, чтобы купить поселенцев. Пока у меня строитель в роли скаута работает. Ваши города слишком близко, ваши войска слишком сильны. Серьезно? 500 против 200. Говорит, слишком сильный. Ну, я понимаю, что он хочет, чтобы у меня вообще войск не было. Это понятно. Так. Строительство чудес. Я бы, конечно, еще эту поставил, но... Некуда просто. Теперь... Берем пингалу в столицу. Вся в Роцлав, конечно, быстрее растет. Но я там собираюсь еще поселенцев покупать. Или в Варшаве я буду покупать. Наверное, в Варшаве буду покупать. Стою к следующим ходу. Так, значит, покупаем клетку. Блин, 40. Слушайте, у меня минус по деньгам пойдет. И... Никто не хочет ресурсов. Ну, давайте лошадей попродаем, может. Китаю. Китаю. Не, мне надо... Вот одномоментно. О, отлично. За 14, да? А вообще у всех есть... Ну, можно еще по чакутоку, например, штук 5. У него 6 только влезет, да, видите? Ага, стоп, у него денег мало. А, ну, за 6 готов. Ладно. Принимаем сделку, потому что, ну, деньги нужны. Что поделать? Выкупаем. Клетку передаем столице. И строим тут храм Махал-1. Сходов. Долго, да. Кстати, лес вроде как остается. Интересно, что ни Вавилон, ни Инки, ни Китай не открыли раннюю империю. Ведь у них границы открыты. То есть... Ну, она просто не по пути. Здесь она тупиковая. Тупиковая эта социальная политика. Ну и как бы нафиг надо. Получается. Я хотел узнать, что это за оборонительный союз. Это же как-то какое-то... Какое-то вранье. Это какое-то описание неверное. Позвольте заключать договор о праве прохода и оборонительные союзы. Где здесь? Что за оборонительный союз? Право прохода есть. Очередная ошибка в описании. Право прохода. Все, это максимум. Мне бы вот эту клетку выкупить, конечно, чтобы киншасе не досталось. Не знаю, как это сделать. Ну, денег накопить естественно. Где мне их взять? Какой нищебродик польский. Отведу немножко, чтобы он не возбухал. Да, кстати, в Польше нету еды особо. Надо сказать, давайте на производство пока. Ну, тут клетки добавятся и все будет окей. Тоже не самый такой прям супер город. До максимального вдохновения. Ну, это, кстати, хорошие вот эти подсказки. Возвращаемся уже к табаку, чтобы его обработать. Инки Конга объявили войну. Вау. Или они написаны вынуждены объявить. Ну, мы дружим. Дружим. Я просто надеюсь, что Конга обращу в свою религию. Видимо, в следующей эпохе я буду тратить. Ну, я не смогу выйти в золотой век. Мне больше некуда будет веру тратить. И обращу Конга. Интересно, написано. Вынужден объявить войну, но... Он сам объявил войну? Если бы еще Китай к войне с Конга присоединился, было бы так здорово. Вообще, 600 против 257. Я думаю, там что-нибудь отхватит себе. Немножко. Блин, я тут колясок, конечно, настроил. Ну, ничего. И они потом понадобятся корпуса, например, сделать, чтобы ускорить что-нибудь. Правильно? Так что... Просто жалко, что сейчас я вот трачу на содержание. Ну, почему ни у кого нет ресурсов на торговлю? Я не понимаю. Так. Я думаю, что мне даже важнее железо сначала обработать. Так. Отложим. Давайте строительство начнем. Монумент в Познане. Амбар тут не нужен. Строители. Интересное предложение. Правда, у тебя границы и так открыты. Как бы... Нафига мне... А, или подожди. Или он просит право прохода ему, типа, дать. Тем более нет. За соль. Чувак, а что ты держишь тут войска? У тебя там война с инками. Дурку регальзу. Пока стоим тут все. Стоим. Так, сколько там ходов? Четыре. Сто восемьдесят. И следующий двести. Четыре хода. Слушайте, успели накопить еще на одного класс? Я бы даже сказал кайф. Вот тут бы я уже водяную мельницу... Теперь бы водяную мельницу построил. Боюсь, слюбленным проблемы будут в следующей эпохе. Если, конечно, Китай тоже в темный не свалится. Я уверен, что Конго свалится в темный, мне так кажется. Так, тут священное место завершено. Монумент. Ну, он осуждает. Так он... Ну, он очевидно осуждает, потому что я дружбу заключил с его дружбанами. С соперниками, наоборот. Также можно посмотреть. Ну, вот это неизвестная причина. А, разве что? Вот видите? То есть он, наоборот, даже хочет доход от мародерства, создание военных районов. Статуи Зевса. Ничего из этого мне не надо. Зато нужна политическая... И как раз в следующей эпохе приму... Блин, 80 науки, у меня 12-12. Да, надо, слушайте, быстрее Конго обращать, потому что он сейчас выйдет в самолеты, а я еще тут ерзаю в своей религии что-то... Плотск. Отлично. Все, ускорили. Итак, и, собственно, теперь в деньги идем. Ученичество ускорил, и что еще? И что-то еще. Стены мне тоже надо бы построить, несомненно. Так, вот тут у меня рабочий бессмысленно. Пожалуй, я все-таки хочу жемчуг... А, не жемчуг, эти... Алмазы обработать. Так, давайте думать. Ну, я бы, наверное, поставил на лошадей и вот сюда. Так. И так. И в итоге у меня будет раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Это можно играть. Вот тут, видите, такое место из-за дебильных городов компьютера получается вот тут пустое место образовывается. Ничего менять не будем. Тут с этими со всеми дружим. 449-300. Угу. Что-то там у инка не особо полно. Ну, он хотя бы этот повел теперь войска. Потому что может меня отвезти, чтобы этот еще не обижался из-за из-за того, что я тут юниты держу. Давайте, наверное, так сделаем. Я просто не помню, сколько там клеток должно быть. То есть даже то, что вы будете держать в своих границах, не помешает ему обижаться. Понимаете? О, тут уже арбалет. Кстати, где Конго? Ну, тут с Вавилоном понятно, что это не от его науки так. А так Конго уже в средневековье где-то вот здесь. Прикиньте. То есть мне бы пингалу прокачать чуть побольше. Но я если обращу этих ребят в свою религию, они будут ко мне хорошо относиться, несмотря на офигительное отставание по науке. Понятно, что я не в научную сейчас играю. Павелон внезапно осудил. Офигася. Нет. Какая тварь построила неизвестный игрок. Все-таки построили. Да. Жаль, это хорошее чудо было. Блин, я теперь даже это производство некуда деть. сейчас а сколько производства у меня потеряно? 40, 41 производство. Что тут? 65, а в городе 17. Странно, получается 58 производства, а тут как бы хватает на эти. Что-то странно. монумент 30, амбар 32. Ну, давайте, наверное, древние стены тогда. Все равно их надо для ускорения. Жаль, вот храм Махабодхи был бы мне очень крут. Я бы укрепил религию, это вообще было бы. Просто сейчас я не буду апостолов покупать для укрепления религии, мне надо Конго обращать. Так, сколько ходов? Один остался. Ну, надо, видимо, еще в Варшаве покупать поселенца. И строителя давайте. Калинка-малинка пошла, нет? Нет. Испугался. Ну, то есть, значит, что Россия в игре есть, во-первых. Во-вторых, я просто не хочу слушать калинку-малинку. Такое обычное простое желание. Сейчас еще табачок обработаем. Так, уже более-менее возвращается. Довольство, еще табак у меня недовольство уйдет везде. Сколько стоит эту 60 купить? Ну, давайте пока не будем спешить, Кеншаса видите, не тянется пока. Обещание нарушено все-таки. Ну, это, ну, то есть, до сих пор вот эта хрень тупая. Хотя, на самом деле, я даже отвел специально, как бы, войска. Так, теперь надо бы в суконные ряды удариться. Открываем наверно античную республику берем. Эту карточку можно убирать на чудеса. Изоляционизм. Так, а долго у меня тут еще идти? Так, вот тут я поставлю город. Я могу поставить изоляционизм, пока этого веду. Ставить город. Отлично, Китай хотя бы в нормальный век, а не золотой. Так, каждый город обращенный в основном. Вот, наверное, исход евангелистов надо брать. Да, падает лояльность влюбления. Ну, 3,2. Ладно, это терпимо, сейчас будет расти. Это можно поздно не растет. Вот это хреново. Быдгощ растет. Так, значит, тут изоляционизм плюс 100% священного места строителей, покупка клеток. тогда давайте при создании строителей и сюда два посла, кстати. Блин, а я хочу понять, там только наска вроде нормальная была. Ну, в Самарканд можно еще первого посла. Хорошо, а что следующее быстро? Я могу мастицизм за один ход открыть? Да и оборонительная тактика три хода. Ладно, давайте первого посла поставим. Самарканд брошу. Так, священное место, изоляционизм, первый посол, отправленный вами в город государства, дает двойной эффект и создание строителей. Так, Самарканд. Что хотят? Обратить веру наска далеко, создать галеру, это, кстати, можно будет. Обратить веру Гонконг, а он где? Он тоже далеко. Граната проложить торговый путь тоже далеко пока. Слушайте, а вот это нарушенное обещание, это у него претензии добавились или ему тоже не понравилось? Это, по-моему, только на претензии влияет. Окей. Я думаю, что эти ребята даже и не думают Раннюю Империю открывать. Не знаю, почему Конга открыл, по какой причине. Деньги. Так, это мой уникальный район надо будет строить. Куда пойдем дальше? В Инженерное Дело? Две Галеры я еще построю. Давайте Инженерное Дело Кстати, вот еще мне надо было поставить. Ну ладно, три хода сейчас я эту открою, оборонительную тактику, тогда и поставим. Вместо изоляционизма мне как раз надо будет город ставить. Изоляционизм не дает строить поселенцев и ставить города. То иногда у меня спрашивают в комментах Вот у меня куда-то делать возможность поселенцев строить. Не могу построить. А вот вот причина. Первая причина это изоляционизм. А вторая незнание Цивы. Центр коммерции. Ну наверное таки начнем с рабочего. Чтобы вот тут вырубить и правительственную площадь поставить, а потом Центр коммерции. Ну и еще видно он будет у нас тут. Потом надо будет театралочки. Блин не посмотрел кто статую Зевса построил. Не сосед ли какой тут Мачу-Пикчу Конга? Так, ну че, поехали миссионеров фигачить. Слушайте, а почему религиозные сообщества только на международные. Вот я бы хотел, чтобы они еще и на внутренней работали. Еще было бы круче. Имху. Ладно. Так, тут у меня нету священного места. Светилища нету, да. Тогда давайте здесь. Блин, откуда ближе интересно бежать миссионерам. Миссионерам. 55. Мне кажется, все-таки отсюда. Пойдем Конга обрабатывать. блин, может принять. Давайте я приму. Все-таки чувак развит не по-детски. их уже сотня сотня науки. Плюс сток типичен. Ну, я даже не знаю, я никуда просто не могу тут отправить караваны. Торговые пути, проложенные к выбранному игроку. Давайте к Китаю проголосуем. Я что-то сомневаюсь, что я в этой эпохе смогу с Конга отношения улучшить. Не дают уникальный бонус. Давайте против научного. Хотя я ни одного не нашел. Ну, Конга плюс 4 тоже нормально. А вдруг? И 100% именно в научный. Строительство ускорили благодаря водяной мельнице. Но, знаете, я на этом закончу серию. Все-таки мы вышли в следующую эпоху. Я хотел именно при выходе в следующую эпоху уже закончить. Мы проголосовали и на этом все. Спонсоры могут сейчас продолжение посмотреть, а для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что смотрите. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.